На студии имени Александра Довженко Творческое объединение «Земля» 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 Клейноды Геттмана По мотивам повести Богдана Лепкова «Крутишь» Сергей Романюк Владимир Голубович, Константин Степанков, Таисия Литвиненко, Владислав Кривоногов Авторы сценария Главный консультант Георгий Якутович, Звукооператор Богдан Михневич «Земля» 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 Приходите еще. Хлопцы, вам что-нибудь принести? Спасибо. Не хочу я больше этого меда. Почему? Липовый, какой и гетьману подать не стыдно. Не хочу, не хочу. Я забыл, что ты шляхтишь. И этот мед не для тебя. Слушай, хлоп. Ты не смотри, что я казачился. Но моих родовых клейнодов ты не трожь. Несмотря на то, что я добрый и вежливый, я тебя ей-богу побью. Разве ж этим напьешься? А хотел бы напиться, чтобы не видеть всего того, что творится на белом свете. Не видеть таких, как вы. Философ. Да, философ, философ. Ведь в Кракове наукам обучался только... Только что? Да только Марс, этот бог. Бог войны. Он вырвал меня из объятий мусы граций. И бросил я свои шрахецкие имения. А то носил бы я сейчас мантию папы римского, хлопцы. Босой папа римский. Чего ржете? Ну чего вы смеетесь? Выпью. Ей-богу, выпью. Все-таки в моем имении метовуха была лучше. Ну и брехун. Ну и брехун. Имение у него замок. Да босиком к нам казаком прибился. Потому его и босым прозвали. У какого-то пана, наверное, служил. За каретой бегал. Да не в том моя вина, что я рыцарского духа. И как бы я не любил красивых женщин, свою саблю на лучшую из них не променяю. Слушай, Галя, садись. Слушай, алло. Скажи. Скажи. Ты бы пошла за него? За кого? За кого? За благородного пана Босаковского. А какая женщина не пошла бы за пана Босаковского? Да вы не шутите надо мной. Разве такой пан хотел бы бедную шинкарку взять? Видишь? Само счастье к тебе в руки плывет. Бери, бери. Олько, опомнись. Еще женщина руки на себя не ложит из-за любви. Понимаешь, не могу, не могу. Герба же у нее нет. А наш рот старинный, шляхетский рот. Я не могу смешивать кровь. Понимаешь? Шляхтич. Это шляхтич. Ну и среди казаков есть настоящий рыцарь. И есть, есть, не возражаю. Только к тонким наукам вы так же годитесь. Как волык каретине, во гнев вам будет сказано. Да вы наливайте, братчики. Да вы наливайте, братчики, наливайте. Как говорили мудрые латиняне, ин вина ве. Мудрые латиняне, ин вина ве. Сюда. О, барышня. Входьте. Вечер добрый. Вечер добрый. Добрый, добрый. Накормите нас, пожалуйста. Добрый вечер, люди добрые. Уссали с дороги. Кушайте на здоровье. Смочного. Как тебя зовут? Сотник журба. Сотник журба. Я вроде где-то видел твою жену, сотник. Добрый вечер. Добрый вечер. О, кресала. Кресала. Давненько я тебя не видел. Проходите, казаки. Проходите, садитесь с нами. А ты где служишь? А ты где служишь, пан журба? У гетьмана служу. У гетьмана Украина Ивана Выговского. Изменник твой Выговский. Как же ты смеешь такое о гетьмане говорить? Мы же его подданные. Никакие мы не подданные. Мы вольные. Разве ты не знаешь, что была новая рада? Булаву отдали Юрку Хмельниченку. Он у нас теперь гетьман. Рада. Да разве же это рада? Я могу напомнить, как это было. После смерти батька Хмеля Юрко сам булаву положил. Молодой еще. И рада просила Выговского взять ее. Было это или нет? Быговский. Быговский. Мудрый и образованный человек. А вот теперь Вы подумайте. Подумайте. Почему в Ваших городах правят московские воеводы? Что ты несешь? Твой Выговский Польша продался. Господи. Откуда у нас столько злости и ненависти? Есть тут те, кто с Выговским под конотоп ходили? Я был. Есть. Есть. Я был. Князя Трубецкого. Князя Трубецкого под Путиевль загнали. Славная битва была. Сколько людо православного полегло? Сто тысяч. Сто тысяч полегло. Я там был. Я там был. Покойный Гетьман освободил Выговского из плена и назначил его генеральным писарем за его талант. Сам батько Хмель предлагал Выговского на Гетьмана. Смеша. Трепло. Чем тебя купил этот Выговский? Я стою за правду. Я говорю правду. Я готовидный человек. Как этот достойный человек. Я сражался под булавой Выговского, слышишь? Я ему присягал. И никогда ему не изменю. О! Я ж сказал, смеша. Я же говорил, трепло. Да что вы его слушаете, он родного отца продаст. Послушайте, хлопцы, лучше старого воина. Который с батьком Хмелями на Царьград ходил. И турка воевал. Если не объединимся сейчас вокруг Выговского, погибнет все, что мы с батьком Хмелем добыли. Все. Ах ты ж. Покойный Хмель твоего Выговского на Старую Клячу у татар выменял. Кляча ему и цена. Мы твоему Выговскому кишки выпустим. Кольчугу носит. Трус. Слушай, ты. То, что ты оскорбил меня, я тебе прощаю. Но оскорбление сотника я тебе никогда не прощу, слышишь? Ты что, гадаешь, что я твоих усов испугался? Я тебе кишки выпущу. Зайта! Боряк! Боряк! Слушай, я тебя по-человечески прошу, извинись перед сотником. И все будет гораздо. Пан Сотник. Пан Сотник. Разрешите обратиться к Вашей спутнице? Прошу. Паня Елена. Это Вы. Это я, Валько. Это я, Валько. Паня Елена. Почему мы окольными путями едем? От кого прячемся? А что было делать, если Юрий, мой родной брат, Чигирин жёг? Всех вырезал. Даже детей не пожалел. А теперь за Гетьманом Веговским охотится. Да и за нами. Боже, какие времена наступили. Сын славного Гетьмана. Рад, что тебя встретил. Верная у тебя рука и открытое сердце. Переночуем у моего побратима. С Богом. Паня Елена. Сам Господь Бог меня Вас послал. А к Вашему мужу обязательно пробьёмся. Слово части пробьёмся. Субтитры подошли. Есть кто живой? О, люди, ну ходи, ходи сюда. Что за черт там стучит? Да не черт, а сотник журба. Да не один. Сколько же мы с тобой не виделись? Господи, какие хорошие люди. Открывай. Здорово, дед. Милости прошу. Зараз деловатись будем. Заезжайте. Прошу до господа. Послал Бог хороших людей. А у вас, паны власы? У вас не было непрошенных гостей? Береженного Бог бережет. Пан Сотник. Рад тебя видеть. У меня такая жена, что всех янычарок пугнет. Старая! Иди сюда. Смотри, кто у нас. Сам ты старый. И пес твой старый. Если и постарею, то из-за тебя. Ведь ты грызешь меня, как волк. Лучше девки на все село не было. Неужели забыла? А? Ну-ну. Позвольте поцеловать вашу руку, пани. Здравствуйте. А это что за красавица? Наверное, ваша жена? Это Елена Нечаева. Дочка нашего Богдана? Ну что ж ты молчал, старый нечестивец? Пане из дороги умыться, нужно переодеться. Приглашали людей в хату. Пошли, пошли, дочка, пошли. Прошу. Заходите. А ты чей же хлопчик будешь? Расти. Расти, расти здоровым. Добрым казаком будешь. Буде, буде. А як же, буде. Ходим мы до хаты. Валько. Смотри, сынок, какие славные казаки. Проходите. Вот это оружие. Нравится. Нравится. Ну так возьми, попробуй. Когда-то и у меня было оружие. Эх, Панова, Панова, запрошу. Приглашу я вас в свое родовое имение. Там даже пушки были. Слава чести приглашу. Эх. Порубкуешь? Пластик, выж? Или как? Без мне в ребру на старости лет. Девку я в бою взял. Она мне двух сыновей родила. Двух сыновей народила. Близнецов казаков. Сгарно. Великолепно. Слушай, тоскую я за ними родными. Ночами снятся? Бывает. Да таки. Вы что стреляете? Простите, Паня, так получилось. Паня, Елена устала в дороге, отдыхает. Ужинать что будете? Да вы не очень беспокойтесь, мы непривередливые. Мне бы поросенка, кольцо колбаски, полпаски, ведро оковитое, и я уже сытый. А не лопнете? Ты, наверное, уже догадался, что я не на чарку водки к тебе заехал. Вот уже почти неделю мы блуждаем в поисках полковника Нечая. Но все напрасно. Каждый раз подвергая опасности ее и клиноды Батька Хмеля. Да, наши святые клиноды. Их нужно передать полковнику Нечаю, чтобы они не попали в руки Юрию Хмельницкому. Полковник исчез, а я не имею права рисковать. Поверь, не о себе, думаю о ней и о клинодах наших. Вот я и подумал, не согласился бы ты дать надежное убежище пане Елене и защитить ее в случае чего. А я тогда поеду уже сам на поиски полковника. Вот оно как. Господи, вот оно как. Пан Уласен. Держи. Ну что там? Пан Уласен, там к нам какая-то монашка прибилась, просится переночевать. Так пригласи ее ужинать. Да нет, она очень устала, хочет отдохнуть с дороги. Так отведи ее в пристройку, пусть спит, божий человек. Не боишься, Пан Улас? Люди говорят, что по Украине ходит какая-то монашка, призрак, привидение. И ест, и пьет, но за ней, как лошадь за хозяином, несчастье ходит. Это бабские сплетни, вот здесь, хлопцы, спать будете. А в случае чего? Слава Богу, у меня есть чем защищаться. Да и сыновей у меня двое, как дубки. Пошли, хлопцы, будем вечерить. Будем вечерить. Пошли, хлопцы, будем вечерить. Дякую. Чем я не чернила, чтоб я не чернила, все я не чернила, спокойно поезжай и ищи полковника не чая, а с собой моего сына Петрика возьмешь, парень надежный. Слушай, слушай, что я тебе скажу, Лесь, Елену, если что, мы сумеем защитить, тем более Басаковский здесь, а клинуды, будь уверен, не турбуйся, сбережем, сохраним. Это все-таки наше общее дело, святое дело, а может и наше будущее слава. Субтитры делал DimaTorzok Журбо! Журбо! Кто? Двором. Кто-то ходит по двору. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Не люблю я такого боя. Снимай рясу. Снимай все, что на тебе есть. Как тебя зовут? Сиропонтом Безродным. Откуда? Из Малина. Мурсак? Мурсак? Да был, пока не выгнали. Что, и в комедиях участвовал? И не раз. Скажи, Сиропонт, только без комедии, а то я сразу тебя на сук вздерну. Кто на нас нападал? Что вам нужно было? Отвечай. Отвечай, отвечай, не бойся. Ваш атаман уже давно с чертями в аду в карты режется. Есть пан более страшный, чем атаман. Кто это? Пан Андрей Заграва. Страшный человек. И рубака не приведи Господи. Так он один или кому-то служит? Говорят, он правая рука Юрия Хмельницкого. Служил князю Трубецкому, а сейчас не знаю. Так это не просто были харцизы. Что же вам нужно было? Отвечай. Не знаю. А зачем этому Заграве или Трубецкому пане Елене понадобилось? Не пойму, чего они добиваются. Тут что-то не то. Крутишь ты, парень. Нет, я правду сказал. Слышал, как Тазаграва грозился. Если не захватят пани Елену, то возьмут в Яблуновке жену и детей пана Сотника. Остановись! Лезь! Журба, остановись! Хватит крови! Спусти! Успокойся, Журба! Прекрати, хватит! Можно я с вами останусь, пане Елене? Может, и пригожусь? Успокойся, Журба. Вставай, вставай, Шельма. Я тебе не очень доверяю. Благодари людей, которых ты смерти подвергал. Дайте ему одежду. Будешь здоровыми, голуби. Дорогие мои. Дорогие мои. Дорогие мои. Что ты? Моё. Не пойму я, почему они за ней охотятся. Дело не только в ней. Пане Елене. Я должен спасать жену и детей. Вы пока останетесь здесь. С Босаковским. Езжайте. Валько. Это клейноды батька Хмеля. Лезь. Петрика с собой возьми. Спасибо вам. Слава Богу, что я тебя встретил. Если со мной что-то случится, ты доставишь пани Елену и клейноды полковнику не чаю. Музыка. 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 А, а! Давай, ездите сюда, коня. А, а, а! Так, 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 иди сюда. А, а, а! А, а! А, а! Ну, поехали! Поехали! А, а, а! А, а, а! Не голосуй, не голосуй! Давай! А! 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 Ну! Тримайся! А! 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 Добрый день, люди добрые! Добрый день, люди добрые! Вы... Вы жинку... Жену с деточками моими не видели? Вашу жену и детей забрали харцизы и увезли в монастырь. Редактор. any Поехали! Палько, как вы жили все эти годы? Жил, как и все. Вперед не вырывался, но и не отставал. Посередке держался. Вы не женаты? Я. Имел пёска, а то обосаковский жену. Нет, пани Елена. Почему? Кто я такой? Ни рак, ни рыба, ни казак, ни шляхтич. Так себе. Неужели так и не влюблялись? А такие стихи сочиняли. Почему так? Любовь – это молодость. Скажите, пани Елена, а почему вы, когда вышли замуж, сразу выехали с Сигирина? Не знаю. Так отец велел, а он для меня всё. Но единственный человек, с которым я чувствую себя, как за каменной стеной, с которым могу говорить без слов, – это смешной Валько. Да и хватит об этом. За вас, пани Елена. За вас, пани Елена. Я готов умереть. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Детей Марусю Заграва не отдаст. Ему клейноды нужны. Субтитры сделал DimaTorzok Детей Марусю Заграва не отдаст. Субтитры сделал DimaTorzok Детей Марусю Заграва страшный человек. Мне о нем Выговский рассказывал. Ну что вы, пань Елена, однажды я попал в турецкий плен к самому Паше. Так что для меня Заграва. Пусть остерегается настоящего рыцаря. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok День добрый, пан Заграва. Так вот ты какой, Гектор непобедимый. Проходи, садись. Вина выпьешь. А почему бы и нет, когда меня такой щедрый хозяин угощает? Не откажусь. Знаю, знаю, ты шляхтищ образованный. Свои замки имеешь, королей вином угощаешь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кому ты служишь? Ты же умный человек. Ты прекрасно понимаешь, что Украина это кучка людей, которые дерутся за булаву. Какой же ты украинец? Если сам плетешь паутину против Украины. А что такое Украина? Это воз богатства полный. Только колеса в том возе. В разные стороны крутятся. Украинцы это зависть. Кто высунулся, тот и враг смертельный. Все народы сплачиваются. Только мы наоборот. Чего же нас жалеть? А кто там плачет? А ну-ка идите сюда. Не надо плакать. Не надо плакать. Не надо плакать. Не надо плакать. Паня Мария. Я от журбы. Он жив, здоров. И с вами будет все хорошо. Не надо плакать. Не надо плакать. Вот что, уважаемый. Отпусти Марию и детей. Вот тогда и поговорим. Пан, отпустите нас. Вы же человек, пан. Зачем же над детьми маленькими измываться? Ну что, казачий молодой, выпьешь со мной чарку вина? Нет. Правильно. Не бери дурной пример с этого дядьки. Такие казаки мне нужны. Уведите детей. Давай. 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 Мачешь? Какая гарная собака. Не спокойся, Алексей. Ничего. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Маме! 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 Ну что, убедился? Убедился. Где Клейноды? Так мы же с тобой договорились. Отпусти сначала Марию и детей, а потом мы с тобой поговорим. Слушай, кресало. Пускай приготовят кол. Такой добрый кол. Такой добрый кол. Пошли. Будет кол, не будет Клейнодов. Пусти. 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 Маме! Пусти. Хорошая песня. И запалюе угольки с рябными... Гарна песня. Хорошая. Пойдешь к журбе, если завтра к полудню не будет клейнодов, то казак этот на кол сядет. А детей твоих в этот колодец брошу. Господи, пан, как же это можно? Пан, вы же человек. Что же вы делаете? Они же не могут без меня. Как же я их оставлю? Хватит, кресало. Дай ей доброго коня. Господи, мой, 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 мой маленький. Деточки мои, как же они без меня? Они же маленькие. Разве они виноваты? Ой, дядюшки, я хочу побачить вас. Ой, я за яточками. Ой, да что же делать? Паня Мария, езжайте. Я не хочу, чтобы они без меня. Хватит. Все будет хорошо. Да гляну, да гляну, по-моему. Тремяйтесь, косы. А-а-а! А-а-а! Тих! А-а-а-а! Оп! Нема, нема курочки, нема! А-а-а! 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 Написи сюда! Потачка, потачка, двес, двес呷! Коп, оп! А-ах-ах-ах! Блок-ва- slam! В誇inez! А-а-а-а-а-а-а! К辈ая為曝ная частьあっсо-со-со-со-со-со-со-со-со-со-со-со... Я жена Журбы. Где он? Где пани Елена? Идите за мной. Проходьте. Маруся, живой! Маруся! Марусенька! Где дети? Живые, живые наши сыночки, живые! А ты? Устала здоровья, измучилась. Ничего. В чем виноваты мои дети? Почему они должны умереть? Пани Елена, спасите наших деточек. Отдайте эти клейноды. Господи, пани Елена, спасите их. Кровыночки. Ну, скажи, ну, почему они должны умереть? Господи! Господи, пани Елена! Я на коленях умоляю вас. Господи! У вас есть дети? Пойду родителей позову. Ты не женщина. Ты не мать. Да ты же ведьма. Хотя и дочка Богдана. Ты крови наших деточек напиться хочешь? Я прокляну тебя, слышишь? А-а-а! А-а-а! Ай! Успокойся, Марусенька Успокойся, голубушка Не может, пани Елена, не может Это выше ее сил, выше ее возможности Успокойся, голубушка Такая уж наша доля Вы не мать Ведь нет ничего более святого, чем дети Вот вы все говорите о вольностях О будущем А мои дети Это и есть будущее Ну скажите, кому нужны будут эти клейноды, грамоты Если некому будет жить на этой земле Почему должен погибнуть Басаковский? Единственный, кто идет на смерть ради моих детей Его посадят на кол Если не привезу эти ваши клейноды Спасибо, люди добрые Спасибо, люди добрые Спасибо за все Отдам, отдам клейноды Сама отвезу Такая, видать, судьба Такая, видать, судьба Хгибнет Украина Хгибнет Хгибнет Добрый кол Вот это скамья Тебя кладут лицом вниз Привязывают ноги веревками Потом эти валы Медленно натягивают веревки До тех пор, пока не насадят тебя на кол И поднимают его Поднимают, а я на нем сижу Сидишь Никогда бы не подумал, что мы одинакового роста И получается, что этот кол войдет вот сюда Пойдет, пойдет и упрется прямо в горло Да, только не мне, а тебе Не нравится мне это село Вокруг разруха Оно словно из другого мира Может, объедем? Да вроде бы спокойно Так, начинается Стойте Эх, люди, люди На мирных людей словно на разбойников нападаете С кольями, ружьями Так мы ж на вас не нападаем А зачем стреляли? Мы защищаемся Ах, вы защищаетесь Так, выходит, мы на вас напали Значит, мы перед вами виноваты Виноваты За гетманскую булаву дерутся Черти бьем в ребра А от тех, кто хлеб сеет и не подумают Люди добрые Христом Богом прошу вас Пустите переночевать Не пустим Езжайте себе с Богом Неужели не пустят? Что будем делать? Скажите им, кто я? А это что за тятя? Жена полковника Нечая Елена? Олена! Она! Так это ж младшая дочка Покойного Хмеля Господи Дочка Богдана И где? Среди поля Благодаря таким дурным головам Как ваши Простите нас, люди добрые Простите Просим всего Скажи, дед Мед у вас крепкий? Попробуешь Милости просим А что, хлопцы? О пане Заграве Ничего не слышали? Нет, не слышали А если б и слышали Ничего б не сказали Боитесь, значит Ясно Ясно Паня, Елена Простите меня Простите, ради Бога Господи Я, наверное, сошла с ума Паня, Елена Вы поймите Это маленькие деточки Простите меня Вставайте, детки Вставайте Предали вас Продали Бегите Бегите Хватит с меня Никуда я бежать не буду Собирайтесь, слышите Чуете, собирайтесь Паню Елену Где же фтерапонт? Бабушка, где хлоп, который здесь спал? Еще ночью оседлал коня Да и уехал Ничего не сказал? Да нет Не хотел вас будить А сказал, что ему срочно нужно ехать А вы за ним следом Он драл Прав был Басаковский Нельзя было ему доверять Значит Значит, сбежал Это ты, пес паршивый А ты живучий пан сотник Жаль, что я тогда в тебя не попал Ну еще Считай, что сегодня твоя взяла А теперь запомни хорошенько Ни денег, ни славы заработать на наших святынях я не дам Ни тебе Ни твоим харцизам Интересно Буду говорить только с загравой Веди нас к нему Вот так бы сразу, пан сотник До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Это я, Крисало Забери у них оружие Я привезла клейноды Сейчас вас освободят Зачем вы это сделали, пани Елена? Зачем? Где дети? Дети там, они живы, здоровы Куда? Наверх Пропустите Богданчику Олекса Сыночки мои, Реднесеньки Мои золотые деточки Яновляточки мои Кровиночки Мои Реднесеньки Любимые Мои, мои сонечки Господи, маленькие Рад видеть вас, пани Елена Давно чекаю Давно жду Пане Заграво Пан Заграво Клейноды Проходите Садитесь, пожалуйста Пан Заграво Я сделала все, как вы хотели А теперь А теперь освободите Басаковского Отпусти Отпусти ее, любовника Отпусти ее, любовника Отпусти ее, любовника Отпусти ее, любовника Вы же умная женщина Пане Елена Как же я его отпущу Этот хлоп мне нужен Он будет служить мне Или У вашего Басаковского Есть шанс Последний Ну что, надумал? Буду служить Будешь служить Раздевайте Раздевайте Раздевайте, раздевайте Починайте Начинайте А ты в параде Упрямый, как и я Хватит Он свободен Ты освобождаешь меня? Отпускаешь Заграво? Ты что? Ты что? Действительно отпускаешь Этого хлопа? Пусть благодарит Пане Елену Она спасла ему жизнь Он свободен Все слышали? Все слышали? За это оскорбление Я вызываю тебя на сабли Ты шляхтищ И я шляхтищ Я вызываю тебя на поединок Хочешь легко умереть? Прошу Только зад прикрой С голым задом Шляхтищей не бывает А ты не говори гоп Пока не перескочишь Вставай, 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 шляхтич! Ну что, заграва, шляхтич я или не шляхтич? Куда же ты удираешь? Андрей! Крысало, стой! Крысало, стой! Опомнитесь, остановитесь! Я знаю, что вы сейчас можете убить меня! Моих товарищей, женщин, этих маленьких детей! Я знаю, вы можете это сделать! Но Бог вам этот грех не простит никогда! Неужели у вас поднимется рука на дочь Богдана Хмельницкого? Идите! Идите, пани Елена! Заберите клейноды! Заберите клейноды! Живи! Заграва хотел святые клейноды и булаву продать врагам! А этот ваш Крысало, он же Заталер отца родного продаст! Неужели вы этого не понимаете? Вы же люди! Вы же люди! Вы же украинцы! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!